21 чемпионата мира по футболу и сейчас переходим к составам игронения Александр Головинца из Канн 17 номер, 8 Юлий Газинский, Краснотрейк, 6 5 Омар Хаусаби 3 Усама Хаусаби это не братья он работал в прошлом году на кубке конфедерации и обслуживал здесь несколько матчей но потом Майдана это аргентинцы, 4 резервный Сандру Римчу с Богом ребята вперед Россия есть и промыки мой первый вопрос сразу же к Леониду Викторовичу Леонид скажите пожалуйста вот тот состав который сегодня вышел на поле в состав естественно сборной России он вас чем-то удивил или кого-то не хватает сейчас не берут травмированных игроков состав практически идентичен с последней панский специалист пиццы который является огромным поклонником пилигрине и который просто помешан на контроле мяча и мягкая передача на нашего бразильца пас назад мяч на левом фланге отпасовывает его головину подачу сразу же можно бить Газинский по-моему редко когда Юрий Газинский забивает головой вообще не очень забирает полузащитник но прямо сейчас использовал свой рост и аккуратненько скинул мяч в дальний угол как учились газинский по-моему газинский по-моему и здесь Нестер Питана и здесь Нестер Питана и Мохаммед Альбрейк столкнулись в борьбе за мяч но он восстановится Хаудовцев они идут левым флангом подача штрафную и вот первый удар очень опасная атака очень опасная атака через правый фланг нашей обороны как раз таки использовали свободную зону вот мы сейчас видим что идет фланговая передача Питцы навел порядок сборная России бежит вперед Саведов ждет своих соперников а никто не открывается под передачу держит мяч и теряет его пас вперед там нарушение правил судя по всему было кто-то из игроков сборной России получил травму это по-моему Алан Загоев это Алан Загоев убегали в быстрый отрыв сейчас будут изменения у нас в тактической схеме Александр был на подборе Эль-Шахри и вот удар по воротам но это Смолов получает мяч во фланге он уже в штрафной площади нет не удалось ему пройти но здесь без скорости Федор поэтому очень сложно было обвести защитника сборная Саудовской Аравии останавливает около самой бровки но отдаст нарушение правил было Головин врывается в штрафную падает нет нет никакого поэтому ни в коем случае нельзя нельзя сбавлять обороты нужно стараться забить второй и третий мяч вот мы видим повтор как раз таки когда опять перехвата Черышев Черышев теперь нужно только сделать передачу чуть-чуть замедлил Денис Черышев чуть-чуть промедлил нужно было сразу избавляться от мяча сделать пас партнер или хотя бы пробить по цели вот мы видим контратаку это уже фирменный стиль нашей сборной с высокого отбора в котором участвует не такое большое количество игроков но их достаточно Александр Головин дальше 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 пас и опять после отбора передача вперед и Черышев забивает второй гол ворота сборной Саудовской Аравии смотрим еще раз эту атаку она развивается через фланговую зону врывается Головин после этого следует да, но еще раз повторюсь что сейчас игроков уровня игроков линии обороны стабилизируется ждем продолжения на том же высоком уровне в дальний угол практически в мертвую зону голкипер ничего не смог по первой минуте так это Алан Загоев но, увы, он получил на 23-й минуте очень неприятную травму под перекладину 2-0 очень важный гол в раздевалку в реализации тех моментов которые у нас есть и естественно когда мы больше играли в быстрых атаках у нас да, что виноват виноват дающий да? 3-й передачи ну а пока пока удар по воротам вышел очередная очень опасная атака я хотел бы отметить посмотрите как быстро игроки нашей сборной вступают в отбор после потери то есть моментально и сейчас вот атака почему наши не подвигаются не выдавливают соперники вот первая палка и бомбинан убаюкали сборную России да, саудовцы в данной ситуации вот так тихим сапом подошли к штрафной сделали простыльную передачу и готовы были сравнивать счет ваше мнение? да, сейчас не попал в игрок сборной саудовской с места левого раннего подачи удар по воротам вот он первый удар такой довольно прицельный головой бил Сальман Альфараж между двух наших защитников на то, что 23 года 44 матча 10 голов сброс и удар по воротам этот в обратном так ну пас недодача очень тяжело черешеву было подстроиться под эту передачу штрафной удар нет, нарушение проявилось здесь было стопроцентное потому что сзади по ногам Денис ударил Мохаммеда Альбрейка и судей ничего не оставалось сделать как назначить штрафной удар время идет на Зобнина там подключается и удар поворота поворота убивать добыл искус сделать пас на Марио Фернандеса который открывался хорошо под передачу по флангу вот мы видим повтор эпизода Роман Зобнин наносит удар вратарь бывает перед собой замена происходит замена нашей сборной по позиции вместо Федора Смола выходит Артем Дзюба безусловно я думаю что эта замена сможет усилить игру нашей сборной Федор отдал все силы и действовал хоть и не был а тем временем Головин подача втаснули удар поворота вот это да Артем Дзюба пишет историю 3-0 3-0 сборная России громит сборную Саудовской Аравии главное теперь не расслабляться ни в коем случае вот мы видим как был забит гол вводится аут во фланге взаимодействия Зобнина и Головина Головин вторая голевая передача и Дзюба великолепно занимает позицию в центральной зоне имеет преимущество в антропометрии и очень мастерски забивает сейчас будут уже длинные паузы по воду мяча это абсолютно оправданно мы видим повтор забитого мяча и сложно координационное действие которое делает высокорослый Артем Дзюба больше брак в простых передачах мы же произвели две замены даже три замены которые усиливали очень неприятный удар издалека наносил Салем Аль Донсари сейчас мы видим повтор вот действительно завершающий удар но видно было что Игорь Конфеев контролирует этот удар и он это показывал своим партнерам по команде ну там неприятный момент вклад и Артем Дзюба забил гол и Денис Черышев и вновь момент у Дениса ох какой гол браво браво Шведой в дальний угол 4-0 вот это гол блеск последние секунды матча и вот такой гол 4-0 какая важная победа здесь как бы нам намекают что не было ли офсайды нет офсайды нет потому как Лайцман принял очень хорошую еще передача нарушение правил и вот еще один момент надо реализовывать концовку Головин будет бить я думаю что все-таки будет бить наверное игрок левоногий пока Юрий Жирков не так активно идет к мячу пока у мяча располагается может быть Денис Черышев с этой точки будет бить пока Александр Головин забил в арсеналу Головин будет обводить мяч с внутренней стороны Ничего себе 5-0 Шикарная победа нашей сборной это конечно фантастика не могли только мечтать о таком результате но он абсолютно заслужен вот здесь Александр Головин исполнил это действительно уже в своем стиле этот удар 5-0 ну просто